Всем привет! Это история от Анонима. Сейчас я зачитаю ее письмо. Буду останавливаться во время всего, что она долгая, давать какие-то рекомендации, оценки. И потом, по окончании, мы ждем, конечно же, с автором письма и ваших комментариев. Так что давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Очень хочу получить от вас рекомендации касаемо воспитания детей. Но не знаю, подходит ли моя история для вашего замечательного канала. Если это возможно, пожалуйста, опубликуйте мои истории и подскажите, как мне действовать. Так что запрос здесь у нас четкий у клиента. Как мне действовать? У меня появилась повышенная тревожность за дочь, которой 11 лет. Сразу скажу, что отношения с дочерью хорошие, доверительные, но иногда и сама понимаю, что душу ее своей опекой чрезмерной. Дочь взрослеет, стремится к самостоятельности, а мне тяжело это осознать. Я проявляю свои страхи за ее безопасность. Опасения от у меня педофилов. Читаю разные истории в интернете и меры безопасности. Мы два года живем в Европе. Год моя дочь училась онлайн в Украине, соответственно, друзей не было. И адаптация была тяжелая из-за этого. Но с того момента прошло время. Она поступила в иностранную школу. Появились подружки, даже русскоязычные дети. И все стало налаживаться. Школу она полюбила. Успехи, оценки хорошие, несмотря даже на другой язык. Я за вас очень рада. А здесь про педофилов тревожности расскажу. Смотрите. Первое. Вы тревожная мама. То есть все родители тревожны за своих детей. Но вы экстра. Чересчур. Возможно, вы воспитаны тревожным родителем. И на ребенке просто отыгрывайте то, что было в вашем детстве. Повторяйте поведение своих родителей. Второе. 11 лет. У нас через годик, через два начнется подростковый период. И вы, для того, чтобы подавлять свою тревожность, вам надо ребенка контролировать его всего, все его жизненные процессы. Чтобы вы себя чувствуете ответственным за это. Что с ним происходит. За безопасность и все прочее. И сложности у вас сейчас будут очень тяжелые подростковые периоды. Потому что в этот период мы должны доверять ребенку, отпускать его от себя, снимать свою гиперопеку. Повышается наша тревожность. И не контролировать его в такой мере, как это было раньше. Позволить ему быть взрослым, допускать свои ошибки. И поддерживать. Вот это секретик такой хороших отношений с подростком. Потому что у нее сейчас по возрасту созревание мозга, оно созрело вон там в голове у нее. Что она может сама решать, принимать решения, осознавать свои желания. Делать то, что она хочет. Ну, еще и плюс гормоны. Сейчас перестройка пойдет. Представьте себе в беременном состоянии, когда вы гормонально... Вообще, все меня бесит. Здесь мне все хорошо. Тут я плачу. Тут я злюсь. Тут я рыдаю. Тут я смеюсь. Еще плюс гормоны. Представляете? Какое комбо зверское. Соответственно, она сама не понимает, что с ней происходит. Я заранее сейчас говорю. Да, я тебе подростка не понимает. Ему самому очень тяжело. Это новые чувства. Необычные, странные. Он сам не контролирует ситуацию. Но есть, например, сверху родители, которые не позволяют ему взрослеть. И пытаются дальше его контролировать. И вот тут у нас возникают конфликты. Изначально дочка подружилась с девочкой, которая мне не очень понравилась. Но я ничего не говорила. Так как понимала, что это единственная подруга. Так и должно в норме вообще-то быть. Мы не выбираем друзей для своих детей. Позже начала замечать, что этой девочкой не особо занимаются ее родители. Останавливаемся здесь. Это дело этих родителей. Заметили? Оставьте информацию при себе. Но запрещать ребенку общаться, дружить или давать рекомендации, советую там родителям или ей. Вы не имеете право. Это нарушение личных границ называется. Она сидит в телефоне целый день спать. Ложится в два часа и ничем больше не увлекается. Если моя дочь чем-то занята, то эта девочка сразу обижалась. Требует моей дочери повышенного к себе внимания 24 на 7. Так, здесь мы четко видим, что ребенком не занимаются. Ей не дают любви, внимания и заботы. Поэтому она делает все, что хочет, а родителям на нее наплевать. У нее нет этого домашнего взаимодоконтроля. Моя дочь тоже начала поддаваться под влияние ее. Ночами сидела в телефоне, никуда не ходила, ничем не интересовалась. Хотя она очень творческая, любит читать и проводить время с семьей. Но тут как подменили. Конечно, я слежу за сном и питанием своего ребенка, за ее здоровьем. Меня напугала телефонная зависимость. И то, что она все две недели, как каникул, просидела у себя в комнате, общаясь в телефоне с подружкой. Конечно, у нас есть телефонные ограничения, но моя дочь их втайне нарушала. Так, стоп, смотрите, у вас нет доверия с ребенком, сразу говорю. Ребенок втайне нарушает, потому что он боится наказания. Нет доверия, нет диалога. Это вам кажется, что диалог есть. Вы контролируете у ребенка все. Ее жизнь, ее телефон. Вы скажете, ну я же мама, я же должна, кто это будет делать? Вы тревожный очень человек. Надо позволять ребенку делать ошибки, отпускать от себя. Вы не можете тотально контролировать. Хочу объяснить, что проблема не в ребенке, у нее естественное поведение. Естественно, с кем она общается, от того, скажем так, и набирается чего-то. Но когда она приносит это в семью и вот так вот действует, мы разговариваем с ребенком. Начинаем обрезать, обрубать, запрещать. У нас есть правила, и вот это вот все. Говорите в диалоге и своим примером семье показывайте, что она делает. Это просто непродуктивно. В будущем там еще что-то. Короче, это отдельные разговоры, да. Но не тотальным контролем, наказаниями. Вот это вы любви здесь вообще не найдете понимания. У вас будет четкий острый кризис подросткового периода ребенка. Он пойдет вообще в блокировку, в отказ и будет вас игнорировать. С давлением к подростку никогда нельзя. Всегда он будет от вас отскакивать и удаляться в ответ. Давлением с ребенком вообще ничего не получится сделать, поверьте. С давлением можно с маленьким, потому что он не умеет еще отвечать. А когда он растет, а его мозг развивается, ребенку нечет вам отвечать. Своё яблоко появляется. И я не хочет давления и контроля. Надо менять стереотипное свое поведение и отношение к ребенку. В общем, я решила поговорить с дочерью на эту тему очень много и очень долго. Объясняла, что свет клином не сошелся на подруге, что это дурной пример, кроме телефона, и ничего не видеть, и я не разрешаю сидеть целый день в телефоне. Это вредно для зрения. Я объясню здесь психологически вот эту фразу. И вы, может быть, со мной быть сейчас не согласны, не поймете, о чем я говорю, но психологически что я здесь хочу заметить. Пока ты... Я перевожу на психологический язык. Дочь, пока ты находишься в телефоне, общаешься с другой девочкой, я не могу тебя 100% контролировать. Я очень сильно волнуюсь, и у меня есть страхи и тревоги. Когда я тебя контролирую, мне становится легче. А телефон и интернет — это то, что я контролировать не могу. Поэтому я тебе говорю о том, что ты будешь плохо видеть, это вредно для глаз, ты будешь там не развиваться, например, глупым человеком будешь, будешь плохо учиться или еще что-то, переключай туда внимание. Поэтому я тебе это запрещаю. Но тотальное здесь главное — я не могу тебя контролировать там, в интернете. Это уходит из моей зоны контроля, и я становлюсь более тревожной. Меня мучит моя тревога. Я поставила на телефон родительский контроль, ограничения во времени. И, конечно, изначально дочь плакала, психовала, месяц не могла смириться с этим. Говорила, что ей обидно такое наказание. Вот, обидно. Дочь дает эмоцию. А знаете, мам, за что ей обидно? За недоверие к ней. Не за то, что ей чего-то лишили прикольного, приятного. Ей обидно за то, что ей не верят, за то, что ее контролируют, за то, что ее держат на коротком поводке. Ей не доверяют, когда ее проверяют. И следующее. Не забываем, девочка год не социализировался, и было очень трудно. И это ее первая подружка и знакомая. И, понимаете, она очень дорожит этим вниманием. Да и хоть кто она будет, хоть черт лысый. Хоть она какая ужасная, плохая. Ей важно внимание и принятие в себя дружбы, коллектив. Для нее это сейчас по потребностям первично. Мало того, что телефон ограничен, так теперь и общение с подругой тоже. Вы ей запретили меньше, как вы начинайте, чтобы она общалась с подругой. Вы не забирайте то, что в зоне ее интересов на данный момент, в обстоятельствах, в которых она есть. Подруга очень наглая, нетактичная, стала обижаться на мою дочь, что та с ней не играет, как раньше, так останавливаем. Наглая, нетактичная – это ваша личная оценка человека. Это не говорит о том, что она именно такая и есть. Эта девочка травмирована. У нее нет любви и общения. И ваша дочка в общении с ней или закрывая какие-то потребности этой подружки замещает ей общение, внимание, которое у нее нет от ее семьи и родителей. Ваша дочка, возможно, единственный человек, которому не насрать, не наплевать на эту девочку. Поэтому она так ее к себе приближает и так много они общаются, несмотря на то, что эта девочка, например, плохая какая-то, по вашей оценке. У них у обоих есть общий объединяющий внимание и контакт. Да, та может ее использовать, но мы все используем друг друга для закрытия потребностей. Она звонила, писала настойчиво, не воспринимала то, что ей объясняла моя дочь. То есть ваша дочь читала эти лекции ей, описала маму, мне запрещает. А у мамы вот такое правило. Я на эмоциях как-то взяла телефон своей дочери, ответила этой девочке, сказав замечание, сказала, чтобы она нашла себе занятие, научилась понимать людей. Знаю, что я сделала неправильно и не понимаю, почему я так остро реагирую на эту девочку. Она ведь ребенок. Эта девочка угроза. Вашему контролю у вас проблема с тревожностью. Вам бы обратиться к психологу. Вы не контролируете дочь, ее подругу. Вы очень деструктивно максимально сейчас поступаете, портите жизнь дочери, ее отношения с социумом, портите отношения с ребенком. А всему этому причину ваша тревожность повышена. Проблема у вас. Но как последствия страдают от этого окружающего, в частности, ваш ребенок, которого вы очень сильно любите. Но при этом ваша любовь такая безмерная, такие высокие страхи, что вы вредите вашему отношению, точнее, вашему пониманию друг друга и доверию. Вы его ломаете своими руками. Моя дочь, конечно же, обиделась на меня и сказала, что я порчу ей жизнь и что она снова будет без подруги. Все то, что я рассказала ранее. Подруга немного отлипла от нее, но в шоке. В школе они продолжаются дальше дружески общаться. Мы с дочерью много разговаривали. Я извинилась за то, что вмешивалась и сказала, что очень переживаю за ее зрение и здоровье. Я понимаю, вы просто базово тревожны, а зрение и здоровье – это те маркеры родительские. Ты хороший родитель, когда ты переживаешь и заботишься о зрении, здоровье, как поел, как живет, существует твой ребенок. Кто-то очень сильно боится быть плохой мамой. Кто-то очень сильно боится оценки и фразы «ты плохая мать» или почувствовать эту вину. А здесь уже вопрос к вам, вашему общению с вашими близкими. Это тот страх, который у вас есть. В общем, она снова начала вести нормальный образ жизни. То есть нормальный, опять же скажу, для вас нормальный, как раньше было ненормально. А может быть он нормальный для всех остальных. То, что было ненормально для вас, для остальных нормально. Иметь подругу, с ней общаться. Она снова начала вести нормальный образ жизни, в меру телефоном пользоваться, и находит другие какие-то занятия. Точнее, она под вас подстроилась, чтобы вы ей не выносили мозг. Старается быть, завоевать ваше расположение и вашу любовь. Заработать любовь. Не очень хорошее, да, научение для ребенка. Подруга теперь к нам в гости перестала ходить и сказала, что боится меня. Естественно, вы на нее наорали по телефону. Она молодец, девушка, кстати, правда говорит. Окей, не обманывает. Она подкалывает моей дочери, что ее родители так не лезут в ее личное пространство. Хотя неоднократно ранее жалуюсь, что родители ее дома вообще не замечают. Ну, естественно, она сравнивает то, что есть у нее и у вашей дочери. Дочь, ну, она говорит правду. Вам это не очень приятно слышать о себе. Но человек со стороны, да, оценивает, есть с чем сравнивать. Не самый лучший пример, с чем сравнить можно, но как бы сравнивает. И это вам повод задуматься над своим поведением, чтобы не испытывать. Чтобы вашу дочь не подкалывали, надо, наверное, не лезть туда. И не давать повод для сравнений. Моя дочь всегда знает, как корректно ответить в обиду себя не дает. Сейчас у нее появились новые друзья в классе. Круг общения шире, и я этому очень рада. Кстати, я тоже, да, токсичные друзья у нас всегда есть. И чем больше возможности общаться с друзьями, тем лучше, чем больше у нас права выбора, тем меньше токсика вокруг нас. Она сдружилась еще с одной девочкой, познакомила ее с этой старой подругой, теперь их трое. Но дружба втроем — это ведь постоянно кто-то лишний. Моя дочка очень расстраивается и принимает близко к сердцу, когда ее куда-то не приглашают. Когда девочки после школы куда-то ходят без нее, а она даже об этом не знала. Сразу скажу, это токсичная история. Это не настоящая, конечно, дружба. Очень больные и неприятные моменты. Мне девочку вашу очень жалко. Это вот ее научение того, что, ну, какие бывают варианты общения. И вы должны сейчас ее максимально показывать, что это не есть нормальная дружба. Тебя должны брать с собой. А вы ее, в свою очередь, кстати, должны отпускать. Потому что если они ее приглашали, и она такая, мама мне не разрешит, мама мне все запрещает, ее просто тупо перестали приглашать. Понимаете? Вам надо в этой вопросе, в этом, покопать, понять причину, почему ее не приглашают или перестали на нее реагировать. Ну, потому что ей все запрещено. А что ее спрашивать? Ее все равно не пустят. Имейте это в виду. Это тоже к вопросу, к вашему поведению, результат, который имеет сейчас дочь в дружбе и в общении. Я бы рекомендовала эту ситуацию раскопать, расспросить. И позволите ей отлучаться с подружками вместе, чтобы она не была изгоем в этой компании. Она расстраивается, плачет, так как для нее это все новое. А я это все пропускаю через себя и очень переживаю, потому что вы, в принципе, много переживаете, вы тревожный человек. Конечно же, я ее поддерживаю, стараюсь давать советы, не хочу, чтобы дружба была нервотрепкой для нее. Но и понимаю, что ситуация с друзьями, где конфликты и предательства есть, неизбежная. Стараюсь потихоньку отпускать ее одну с подружками, хоть и чужая страна, но хотя бы рядом с домом. Подушки приходят за ней, и я понимаю, что ребенка нужно начинать отпускать, и дома не закроешь до 18 лет. Но, блин, если бы можно было, вы бы с радостью закрыли, потому что вы бы снизили свою тревожность, согласитесь, правильно? Но волнуюсь сильно. Я вам расписала всю эту историю, чтобы понять, не сильно я вмешиваюсь в жизни и дружбу дочке. Первый вопрос, да? Я сразу говорю, сильно. Так сильно, что у нее портятся отношения в коллективе с другими людьми. Это ваша оценка. Позволяйте ей дружить, с кем она хочет. Пусть это будут плохие люди, криминальные или еще что-то. Дайте ей ошибиться, дайте ей попробовать это, поплакать. А вы будете. Вот хорошая доверительная мама с хорошим отношением с ребенком, та, которая, да я тебя пожалею, давай вместе поплачем, у тебя все получится, я тебя поддерживаю. Давай, какие уроки мы можем взять из этой ситуации? Ммм, предатели там, как-то тебя подставили, что-то тебе сделали. Наверное, это не настоящая дружба, да? То есть мы не говорим, утверждаем, это не настоящая дружба, это плохие люди. Мы ничего не утверждаем. Мы наводим ребенка на этот вывод и говорим, как ты думаешь, настоящий друг так бы поступил? Мне кажется, нет, настоящие друзья так не поступают. А ты как думаешь? Вот как должен идти с ней разговор. У меня в детстве был неудачный опыт с подругами, и я часто была брошена ими. Им меня предавали. Возможно, я боюсь из-за этого, из-за дочку свою. Совершенно верно. Вы проигрываете свою психотравму отчасти. Помогите, пожалуйста, разобраться, как избавиться от тревожного синдрома матери, и как помогать дочери переживать конфликты с друзьями, или если ее бросили. Заранее спасибо. Ну, я уже сейчас пример рассказала. Смотрите, небольшие, я не детский психолог, сразу говорю, я только про вас, да, со взрослыми работаю. Я могу дать вам рекомендации, что... Я не могу сказать, что делайте вот так и вот так, да. Я скажу, что вы можете делать, чтобы, скажем так, улучшились, оттеплились, как сказать, потеплели отношения между вами и дочерью. Доверие. Поддержка, любовь безусловная, безусловие. Я тебя люблю за то, что ты хорошая, или ты подчиняешься, слушаешься меня. Вот у нас вот на это большой перегиб идет, что ваша любовь надо заслуживать ваше расположение, иначе мама ругает, запрещает, есть правила наказания. Нет. Больше будьте мягче. Дайте ей расширить границы. Хватит держать ребенка в жестких рукавицах. Для чего? У нее сейчас с детства. Дайте наслаждаться. Она должна кайфовать, учиться делать свой выбор, проводить приятное время, а не ждать маминого надзора, критики, ругань и запреты, наказания отберут, запретят, не пустят, и подружку по телефону еще вообще пошлют. Как избавиться от тревожного? Понять, во-первых, что это ваши страхи, не вашего ребенка. Вы сейчас травмируете своего ребенка, наделяя его, ее тревожностью, страхами, которые ваши личные. Это ваш опыт, ваше прошлое. Вы начистывая незапятнованного ребенка, даете сейчас страхи, проецируете их, даете тревожность. Вопрос, зачем? Вы делаете хуже своему ребенку? Позволяете ей общаться с этими девочками, выясните историю, почему ее с собой не приглашают. Это вопрос, два-три вопроса ей задать. Вы получите ответ, если вы хотите его услышать. Он будет вам неприятен. Я прям чувствую, что там в истории, мы тебя не зовем, что мамы все равно не отпустят. Тебя не разрешат. И здесь вина не девочек таких плохих, и ее. А ваша? Ваши границы, ваше наказание. Они уже просекли, они не дурочки, да? Еще напрягаться и там выпрашивать разрешение. Мама строгая. Перестаньте быть строгой. Расслабьтесь, отпустите вожжи, в конце концов. Хватит все контролировать. Мир не рухнет без вашего контроля. Она не станет наркоманкой, простите, проституткой, не скатится до двоек. И педофилы, маньяки, вся история. Вопрос про педофилов. Это ваша частная больная история. Обратитесь к своей памяти. Либо вас запугивали истории, либо вы были подобного сексуализированного насилия жертвой в свое время. И вы поэтому очень боитесь за ребенка. У людей, кого не запугивали, нет этого, тревоги, этого страха, на эту тему. Об этом так экстренно думать не будет. Это какой-то пунктик есть у вас. Это опять же ваш страх. А вы проецируете на ребенка. Позволяйте вашему ребенку взрослеть. Вы всегда можете закорыть, запретить, задушить, наказать, забрать. Не перегибайте палку. Сделайте это, когда будет катастрофа. Или вы боитесь услышать, что вы плохая мама, что вы плохо контролировали, много ей разрешали. Послушайте внутренние установки эти фразочки, которые в вашей голове вами управляют страхи, тревога и негативные установки. Вот я сейчас вижу, что вы очень строгая мама, любовь которой надо завоевывать хорошим поведением, правильным, которое мама одобрит. Мама меня любит и такой, любой. Но вот мама не принимает меня плохую, не принимает с плохой, токсичной подругой, еще с чем-то, еще с чем-то. А когда мы любим безусловно, мы принимаем ребенка, с любым его выбором. Вот ей будет 18 лет, она вам домой притащит грязного, пьяного, вонючего панка какого-нибудь, неформала, и скажет, мама, он теперь живет с нами. А вы скажете, ой, у меня такого никогда не будет. Не-не-не-не-не. Вообще, я не допущу до этого. Она с таким общаться не будет. Не будет у нее такой любви. А я вам, как психолог, скажу, это классно. Пусть приведет. Он возьмет ответственность, что он будет мыться, работать, например. В семью решили поиграть? Поиграйте в семью, давайте. Ну, будьте взрослыми. Денег вам не даем. Из дома, например, не выгоден. Ну, ешьте то, что вы заработали. Покупайте себе одежду и так далее. Побудьте взрослыми, если вы хотите. Понравится такая жизнь? Этому и нет. Восемнадцати-семнадцатилетним такого быстро не понравится. Они сделают быстро урок над ошибками. Например, ваша дочь быстро с ним расстанется. Чем вы с ней будете воевать, запрещать. Поймите, вот оно, как позволять набивать свои шишки. Мы рядом, мы поддерживаем, мы направляем, но мы не запрещаем, не давим. Ни в коем случае давление с подростками вообще не канает. Мы любим любым грязным, немытым, вонючим, с плохой компанией и так далее. Если ребенок уходит к плохим друзьям плохой компании, все там находят поддержку единомышленников. Это говорит о том, что они это в семье не получают. Когда тебя не слышат, на тебя давят, тобой командуют, твои я не хотят видеть, не позволяют тебе что-то хотеть или не позволяют тебе делать что-то, что ты хочешь брать, какую-то ответственность. А в плохой компании или токсичные, очень легко идут на контакт и принимают тебя таким, какой ты есть, как это сделала подружка. Да вот результат токсичной подружки рядом, которая вам не нравится, это то, что у вас с ребенком дисконнект идет. Она туда пошла, там ее принимают любой. Вот в чем дело. Доверие есть. Это вам повод поразмышлять на счет всего этого. Как решить проблему? Вам надо с психологом проработать по поводу вашей тревожности, ваших страхов, проблема у вас, в вашей тревоге. Когда вы этот вопрос решите, у вас и вы сможете отпускать ребенка, доверять, позволять ей взрослеть, становиться взрослой. Надеюсь, я была для вас полезна. Держитесь. Так очень многие родители от этого страдают. Просто, когда у нас есть ребенок, этот опыт воспитания, наши внутренние проблемы, страхи, вылазят наши травмы. Вы сейчас в периоде проживания своих травм, они вскрылись, которые были давно подавлены. Вы же любите своего ребенка. Любовь все должна преодолеть. Главное, я поддерживаю, и главное, принимаю ребенка любым. И хорошим, и с плохим, и с проблемами, и с счастьем, с токсичными подругами. Не ставлю условия, исправляйся. А я тебя люблю. Но мы вместе будем решать, типа, вот этот токсик как-то убирать. Вот какой мотив у вас в взаимоотношении с ребенком был. На данный момент я запрещаю, не разрешаю и наказываю, подстраивайся под правила мамы, которые надо контролировать. Тогда мама тебя любит. Вот она сейчас считывает у вас не любовь без условий, а с условиями, подстройка под маму. Не есть хорошая история в будущем для ее отношений с мужчинами, например. И вообще общения с людьми. Если есть вопросы, пишите в комментариях, пишите ваши советы, возможно, многому с мам, взрослых уже публики, кто прожил этот период своих детей, дайте какие-то советы маме, подростка или ребенка, который входит в этот возраст. Далее есть в инфобоксе под видеопочта, вы туда можете написать вашу историю, прислать мне. Также я публикую на YouTube, на канале, зачитаю, как это письмо, дам свои рекомендации. Индивидуальное консультирование, тема письма, консультация. С вами встретимся в скайпе. В общем, жду ваших писем. Спасибо вам большое за внимание. Скоро увидимся. До встречи. Всем пока.